Тема, о которой бы я хотел сегодня поговорить, это биопленки и биопленки в отоларингологии. Персистирующая бактериальная инфекция – один из важнейших факторов в развитии хронической патологии дыхательной системы. И помимо роста уровня приобретенной резистентности бактерий к антибиотикам, существует еще ряд факторов, обуславливающих отсутствие или кратковременность эрадикации бактериальных патогенов. Одним из таких факторов является способность бактерий к образованию биопленок. Последние десятилетия, благодаря развитию микроскопической техники, накоплено огромное количество информации о бактериальных биопленках. Биопленка от английского BioFarm представляет собой сообщество, то есть конгломерат микроорганизмов, расположенных на какой-либо поверхности, клетки, которые прикреплены друг к другу, или к субстрату, покрытые экзополисахаридным матриксом, так называемым гликокаликсом, вырабатываем самими микробами для защиты бактерий внутри биопленки. Существуют моновидовые, так и многовидовые биопленки. В клинической практике большее значение имеют моновидовые биопленки. Все основные респираторные патогены способны к образованию биопленок. В настоящее время считается, что большинство микроорганизмов в естественных и искусственно созданных окружающих средах существуют в виде биопленок. Теория о преобладании биопленок на свободно живущими формы микроорганизмов была еще постулирована в 1978 году. И согласно этой теории, бактерии основной часть времени развития и размножения находятся в матриксе биопленки. И эти прикрепленные клетки отличаются по физиологическим свойствам от клеток того же штамма, находящихся в среде во взвешенном состоянии, от английского planktonic state. Жизнедеятельность бактериальных биопленок подчинена некоторым общим закономерностям. Установлено, что бактериальная биопленка проходит три основных этапа своего развития. Это этап адгезии, созревания и этап отделения. Первый этап адгезия – это прикрепление бактериальных клеток к поверхности и формирование бактериальных колоний. Второй этап – это формирование защитного матрикса биопленки, когда бактерии экспрессируют гены, которые начинают создавать гликокаликс, то есть тот самый матрикс, ту самую биопленку, которая находится вне бактерий. И третий этап – это отделение от зрелой биопленки трех самых планктонных форм, которые начинают свободное плавание. Некоторые исследователи говорят о пяти стадиях формирования биопленки. Это тоже очень логично, потому что если вы посмотрите на первую стадию, там, где происходит прикрепление, то есть первичная адгезия, и вторая – это формирование первичных колоний. На второй стадии тоже можно разделить на две части. Это первая – это начальная стадия созревания биопленки, и вторая – когда уже биопленка зрелая, когда уже матрикс полноценный, с нутриционными каналами. И пятая стадия получается – это стадия диссеминации, когда от зрелого матрикса отделяются бактерии, планктонные формы, и начинают опять же свое путешествие, о чем я говорил раньше. Считается, что планктонную стадию можно рассматривать лишь как способ перемещения микробной клетки от одной поверхности к другой, то есть кратковременное состояние в жизни бактерий. И с точки зрения наиболее интересна именно первая стадия адгезии. Почему? Да потому что бактериальная колония, защищенная матриксом биопленки, является неуязвимой для большинства антимикробных химиопрепаратов и факторов иммунитета макроорганизма. Концентрация антибиотиков, необходимая для достижения бактерицидного эффекта в отношении микроорганизмов, структурированных в биопленку, могут быть в 10, а то и в 100 раз выше, чем для плактонных форм данной бактерии. Также важно, что бактерии в биопленках могут обмениваться плазмидами, содержащими гены, ответственные за их резистентность к антибиотикам. В последнее время очень большое внимание в научном сообществе уделяется изучению поведения бактерий в бактериальных сообществах. Появилось такое понятие, как «кворум-сенсинг» – чувство кворума. Это способность бактерий, а возможно и других микроорганизмов, общаться и координировать свое поведение за счет секреции молекулярных сигналов. «Кворум-сенсинг» – это межклеточный механизм бактериального общения, предназначенный для контроля экспрессии генов в зависимости от плотности бактериальной популяции. По типу «кворум-сенсинг» регулируется широкий ряд физиологических процессов, включая биолюминиссенцию, синтез антибиотиков, детерминант вирулетности, перенос конвегативных плазмид и формирование микробиопленок. Какая же цель назначения чувства кворума – это координировать поведение или действие между бактериями того же вида или подвида в зависимости от плотности их населения. Например, условно-патогенные бактерии псевдомона с аэрогеноза могут размножаться в пределах хозяина без ущерба, пока они достигают определенной концентрации. Но они становятся агрессивными, когда их число становится достаточным, чтобы преодолеть иммунную систему хозяина, приводя к развитию болезни. Для того, чтобы это сделать, бактериям необходимо сферовать биопленки на поверхности тела хозяина. И, возможно, терапевтическая ферментативная деградация сигнальных молекул предотвращает образование именно таких биопленок. Двухкомпонентная сигнальная система у патогенных микроорганизмов может приводить к инициации паразитического образа жизни и развитию инфекционного заболевания, а также к формированию антибиотикорезистентности. Какие же преимущества существования в составе биопленки? Конечно, это более высокая доступность питательных веществ, возможность, так сказать, кондиционирования условий существования, большая устойчивость к внешним микробоцитным воздействиям. Таким образом, антибиотики большинства классов способны уничтожить только планктонные клетки, и при этом бактерии, находящиеся в биопленках, способны выживать и размножаться и после окончания терапии. И наиболее эффективным методом борьбы с бактериальным биопленками является предотвращение адгезии бактериальных клеток на поверхность. Неприкрепленные планктонные клетки не могут сформировать колонию и синтезировать вещества, составляющие основу матрикса биопленки. Процесс формирования биопленок, как мы уже говорили, находится под контролем форум синсинов, который обеспечивает созревание биопленки и коллективные взаимоотношения между меркой организмой в ней. Идеальной платформой для прикрепления бактериальных клеток является гладкий чужеродный материал. Например, в нашей ситуации это тимпаностомическая или трахеостомическая трубка. Слизистая оболочка респираторного тракта или поверхность миндалин, глотки в условиях длительной текущего воспалительного процесса, также удовлетворяют условиям формирования и развития бактериальной биопленки. Вы знаете, что там, где есть воспаление, происходит снижение PH-секрета, поджижение пароциального давления кислорода и повышение осмолярности. Данные последних исследований свидетельствуют о значимой роли микроорганизмов, образующих биопленки в развитии хронической лоропатологии. И наибольшая доказательная база роли биопленок на сегодняшний день имеется в отношении хронического среднего отита, хронических аденотензелитов и, конечно, хронических риносинуситов. Так, по данным Холстадлиса, автором 2006 год, при обследовании материала, полученного с тимпаностомических трубок от 26 детей с хронической рецидивирующей патологией среднего уха, биопленки патогенных бактерий были обнаружены в 92% случаев. А по данным Винтерса, автором 2009 год, на поверхности удаленных аденоидов бактериальные биопленки были обнаружены в 8 из 9 случаев. В другом исследовании биопленки были получены 70,8% с образцов небных миндалин. А в работе итальянских отоларингологов, при исследовании 16 образцов небных миндалин и аденоидов и 24 образцов слизистой, взятых при вскрытии клеток решетчатого лабиринта, у пациентов с хроническим риносинуситом, биопленки были обнаружены в 57,5% и 41,7% случаев соответственно. С учетом накопленного материала отоларингологических исследований становится очевидно, что именно биопленки обуславливают персистенцию основных патогенных бактерий, снижая эффективность медикаментозной санации очага инфекции при хронической лор-патологии. Неэффективность медикаментозной терапии в большинстве случаев обуславливает необходимость дальнейшего применения хирургических методов лечения. При этом нет убедительных данных о роли биопленок в развитии острой лор-патологии, а мы на сегодняшний день с вами абсолютно уверены, что в 85% случаях приблизительно острая лор-патология имеет вирусную этиологию. Исходя из имеющихся сведений о механизмах образования физиологии биопленок, наиболее перспективно считает следующее направление лечебной тактики – это отказ от необоснованного применения вне биотических имплантированных устройств, например, тимпаностомического шунта, использование модифицированных имплантированных устройств с антимикробным покрытием, это посеребренные или протпитанные раствором антисептиков, использование в схемах антимикробной терапии у пациентов с хронической лор-патологией антибактериальных препаратов, способных в той или иной степени разрушать структуру биопленок. Это такие препараты, как макролиды, аминогликозиды, или препараты, способные проникать через биопленки, это фторхионалоны, или использование данных препаратов в комбинации с другими группами антибиотиков, например, с бета-локтамом. Использование в комплексном лечении методов, обладающих дезинтегрирующим действием на биопленке, например, действия ультразвука, а также использование прямых муколитиков, способных воздействовать на адгезию бактерий и разрушать структуру биопленки, усиливая активность антибиотиков. Я хотел бы несколько слов остановиться на местном лечении Ирины Синуситов в практике врача-отоларинголога. Конечно, вы все знаете, возбудители, и они на данном слайде вам всем известны. Что касается коронавируса, это у нас актуальная тема уже последний год уже больше, поэтому на этом я останавливаться не буду. А какие же все-таки цели терапии Ирина Синуситов? Ну, первое, это эрадикация бактериального возбудителя, восстановление оттока и эрации в воспаленной пазухе, уменьшение степени тяжести клинической симптоматики, предотвращение осложнений и, конечно, снижение риска хронизации процесса. Какие же преимущества местной терапии Ирина Синуситов? Это непосредственный контакт препарата со слизистой оболочкой носа и носоглотки. Это возможность создания высокой местной концентрации препаратов в тканях при малой общей дозе препарата. И третье, это минимальное системное воздействие или, в принципе, может быть его полное отсутствие. Проведенные исследования показали, что при воспалительном процессе попадание лекарственного препарата из кровяного русла в слизистую оболочку носа или носовых околоносовых синусов резко снижается. А причиной этого является повышение внутритканевого давления, при котором происходит сдавливание капилляров, что приводит к ухудшению кровотока и фильтрации. Из этого был сделан вывод, что оптимальное лечебное действие препарата достигается при его введении непосредственно в отчат воспаления. Ну и какие же требования к препаратам для местной антибактериальной терапии ириносинуситов? Ну, конечно, это минимальная системная абсорбция, отсутствие угнетающего действия на мукоцеллярную систему, максимально широкий спектр антибактериального бактерицидного действия, отсутствие раздражающего действия на слизистую и, конечно, хорошая комплайнтность и возможность самостоятельно принимать препарат пациенту. Если мы обратимся к рекомендациям ЭПОС-2020, то мы там найдем следующие сведения, что основная причина применения местных антибиотиков пациентов с устойчивым, таким, что трудно поддается лечению ириносинуситом, заключается в потенциальном воздействии биопленки. Пазухи носа таких пациентов широко открыты и полностью доступны для проведения местного лечения. И, несмотря на промывание физиологическим раствором, лечение противовоспалительными кортикостероидами и системными антибиотиками, слизистая оболочка пазухи носа остается воспаленной. Очень часто золотистый стафилококк и синегнойная палочка культурированы именно из этих пазух. Кроме того, местное распыление культурально направленных антибиотиков вероятнее является более эффективным, чем пероральная терапия, особенно у пациентов, страдающих от хронических синуситов с полипами. Это, как видите, рекомендации ЭПОС-2020. У детей часто наблюдается сочетание риносинусита и аденодита, то есть порочный круг. При остром риносинусите секрет из околоносовых пазух транспортируется непосредственно в высоглотку, и глоточная миндалина отвечает за воспаление на эту агрессию. А если первичным есть воспаление бактериального характера глоточной миндалины, то обеспечивается благоприятные условия для развития риносинусита из-за ухудшения носового дыхания и вентиляции придаточных пазух носа. В этом отношении я считаю, что применение назальных спреев, содержащих антибактериальный препарат, очень актуально. И не так много на нашем рынке препаратов, которые бы содержали антибиотики, и инструкции которых было бы прописано, что они предназначены для лечения риносинуситов, аденоидитов. Поэтому я хочу вам представить современный назальный спрей, содержащий фрамицетин. В его состав входят антибиотики из группы аминоглимкозидов, а именно фрамицетина сульпат в дозе 12,5 мг на мл. Антибактериальная активность проявляется как грамм положительной, так и грамм патогенной в флоре. И очень важно, не выявлено перекрестной устойчивости с антибиотиками группы аминогликозидов при местном применении препарата. Вы видите на слайде огромный, широчайший спектр действия фрамицетина, который направлен на 21 возбудителя. И как видите, что использование фрамицетина трижды в сутки эффективно против всего спектра возбудителей бактериального ринита изнижает риск возникновения осложнений риносинуситов у детей. Поэтому вывод эффективный и безопасный назальный спрей в составе комбинированной терапии риносинуситов и у детей от одного года до взрослых. Схема применения очень проста. Взрослым по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3-5 раз в сутки с первого дня начала заболевания. Детям меньше. По одному впрыскиванию в каждый носовой ход три раза в сутки от первого дня начала заболевания. Курс лечения 10 суток. Кому же назначать этот препарат? Каков портрет пациента? Если мы говорим о детях то это ринофарингиты это синуситы это комплексное лечение острых риносинуситов детей это конечно прежде всего этмоедиты и аденоедиты после аденотомии и бактериальный ренин. Если мы говорим о взрослых то добавляется профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств на полости носа и придаточных пазух и для санации при стафилококоносительстве. Я хочу сказать что проведено многочисленные исследования я не представлял данные что промецетин применяется во многих странах мира для лечения хронических аденоедитов и есть очень много рандомизированных исследований которые подтверждают его эффективность и вы в этом можете убедиться посмотрев литературу поэтому я не хочу на этом останавливаться а вот некоторые статистические данные я хочу представить острые респираторные вирусные инфекции ОРВИ на долю которых приходится более 90% всех болезней респираторной системы детей являются важной социально значимой проблемой и повторные вирусные инфекции приводят к повреждению целярного эпителия слизистой оболочки дыхательной системы нарушение целостности микробной биопленки и высвобождению большого количества свободных форм латентно персистирующих микробов соответственно развиваются дисбиотические нарушения которые сохраняются после перенесенной вирусной инфекции в течение полутора-двух месяцев и с увеличением числа обострений растет частота и спектр высеваемых микроорганизмов вторичные по своей природе сдвиги нормальной микрофлоры могут брать на себя патогенетическое лидерство инициируя риск повторных респираторных заболеваний подытожив все это я хочу сказать, что мы с вами стоим на пороге развития может быть уже, так сказать и в период развития нового патогенетического и профилактического направления в медицине которое требует, конечно, разработки новых и фармацевтических и может быть не фармацевтических мероприятиях направленных на то, чтобы не создавались биопленки или на то, чтобы созданные биопленки уже не нарушались на то, чтобы не улучшились Продолжение следует...